вот где все туристы на море кто любит ребята говядину вам однозначно нужно это пятерка с ультра все включено здесь есть нюансы для меня не выгодно а для отеля я не очень даже хороший турист друзья всем привет привет с вами как всегда ксюша нахожусь я сейчас в турции в своем любимом поселке геонюк и отдыхаю отеля кармира resort and spa 5 звезд и каждые сутки проживания обходятся мне 160 долларов вам солнечных турецких видов в ленту пальм красивой территории отеля кармир вот так вот мы с вами не спешим шагом прибежали на пляжик идти минуты две-три лежаков хватает вот с этой стороны лежачков хватает так мы наверное где-то вот здесь с вами выпадем показываю вам обстановку на пляже сегодня ой эта сторона все первые линии заняты но она и удивительно я вам говорила что отель на стопе поэтому так а у моря ребята как обычно в море бум так я сейчас быстро иду переодеваться и с вами будем бежать в моречко купаться а ребята обстановка на курортах турецких так все иду переодеваться и быстро бежать купаться потому что пока добежала до пляжа очень жарко хочется сразу море вообще смотря выходить не хочется вода что чай вода для меня уже горячая но знаю многие из вас а такое именно море чай любят я уже переоделась забыла одеть кипку она в сумке уме сейчас окунусь и нужно обязательно головной убор одевать потому что мой лоб я пока дошла до пляжа я могу представить какой у меня он будет уже к вечеру так ребята показываю вам прозрачность моря и делаем вот так вот быстро вот все жизнь наладилась ребята жизнь вот сейчас наладилась когда в море окунулась теперь все замечательно теперь все как нужно хочется с вами чуть-чуть поговорить по отелю и моему отдыху в отеле кармира resort and spa 5 звезд напоминаю что каждые сутки проживания обходятся мне в 160 долларов а сейчас в разгар сезона когда многие отели на стопе и также хочу напомнить то что отель вот даже тот же да его сосед практически сосед через отель фейм резиденс а сейчас стоит дороже нежели кармир хотя фейм это четверка ну и также хочется добавить то что я одна оплачиваю 160 долларов за сутки если бы я была с супругом нам бы обходилась в 175-178 долларов в сутки вдвоем гораздо гораздо получается дешевле и что же по самому отдыху в отеле мне отдых в отеле понравился да это не лакшери 5 далеко это хорошая пятерка в моем любимом юнике с прекрасным а место расположения рядом много магазинов много шопинга я вам все это показывала касательно территории у меня вообще претензий нет только одни положительные эмоции восхищение потому какая территория я вам договорила вот недавно буквально что мне очень нравится ребята по поводу питания ой ну кто цените до хорошего питания в отелях кто любит разнообразие блюд мясных блюд рыбных блюд вам однозначно в отеле кармир питание делюсь с вами обратно своим мнением я вам все показываю питание здесь я просто отлично а что же касается алкоголя кто любит шампанское опироль шприц вкусные коктейли здесь конечно же все это есть напоминаю что отель кармир это пятерка с ультра все включено и также по номерам номер мне мой несмотря на то что у меня виды с балкона на работающие кондиционеры вы правильно пишите что на балкон мне выйти просто посушить купальник я в номере практически не нахожусь и вот поэтому касательно самого номера наполнения в номере не вообще претензий нет номер мне тоже очень нравится номер шикарный номер стандарта в номере стандарт кофейный набор не предоставляется уже в номерах повыше категории на кофейные наборы что же касается пляжа его инфраструктуры ребята пляж я вам показываю пляжная полоса хорошая шезлонгов хватает заход мне очень нравится плавный заход снэк бар и бич бар здесь два в одну да согласна здесь есть нюансы согласно бич бар небольшой хотелось бы конечно побольше хотелось бы на бич баре в бич баре более разнообразие до еды но что имеем то имеем также хочу сразу добавить да напомнить что отель кармир она сейчас даже в разгар сезона дешевле нежели тот же фейн резидерс вот вам и разница в цене вы знаете я бы сказала так вот опять цена-качество отдых здесь однозначно прекрасный комфортный для отдыха есть все для хорошего комфортного отдыха чтобы впечатление остались хорошие у нас у солнечной турции здесь есть все на мою точку зрения я считаю я провелась здесь замечательный отдых касательно места расположения ребята ну геоник геоник он также как и кемер знаете но никогда не было дешевый здесь хорошие отели поэтому это все по чуть-чуть конечно капает в цену так вот быстро я вам рассказала касательно на моего отдыха в отеле поделилась с вами своим мнением и касательно интернетом где у нас ресепшен лобби бар да там интернет бесплатный в лобби интернет бесплатно по территории отеля и в номерах а интернет платный нужно так по памяти я помню что один день 5 долларов но выгоднее братья 7 дней 18 долларов если я не ошибаюсь скорее всего один день 5 долларов точно вот ну и точно то что выгоднее братья больше дней касательно скорости бесплатного интернета могу сказать что я обращаю внимание на то что очень много отдыхающих созваниваются сидят в телефонах скорость для соцсети нормальная хорошая ну и касательно алякарда также хочется добавить что алякард есть ребята но здесь он платный 25 лет вот такие вот нюанс вроде как все вспомнила по крайней мере постаралась что забыла задавайте в комментариях ваши вопросы ребята я сейчас буду купаться дальше вот и будем с вами бежать дальше у нас сегодня с вами очень насыщенный день поехали а сейчас моречка мы с вами забежим спа-салон и посмотрим здравствуйте здравствуйте отражать плотенчики каждый день меняете их изо дня в день так наш руководитель спа-центра прекрасно очень приятно ли я на сам по и по всем вопросам обращайтесь меня зовут дмитрий сейчас покажу расскажу да пойдем пойдем хамам сауна парная сауна доступна бесплатно можете пользоваться бесплатно целый день целый день с 8 до 6 30 зона релакса маску сделают ляжете отдохнете течение всего не устроит вам будете здесь расслабляться ну обалденная у вас зона релакса что сказать сауна сухая сауна сухая ох и сауна косточки попарить сауна парная сауна парная ага бесплатно ребята и хамам после хамам чека да даже зона релакса есть прям как в хамаме чувствуешь себя горячий а скажите пожалуйста вот когда лучше делать вот эти пилинги массажа в первый день вот я тоже самое рассказываю что в первый день обязательно делает девушка девушки у вас с бали и индонезии вот это я представляю массаж будет до девочки которая в таиланде на бали делают массажеры как вы можете здесь также массажик вот медицинский массаж очень интересно можно по ценам по центру вам все расскажет и сориентирует вас по ценам да пожалуйста язык добрый день добрый день еще 30 минут массаж первой программе один час массажа во второй программе 90 минут массажа мы делаем в третьей программе а вот именно простите а вот именно лечебный массаж вот какой вы порекомендуете именно лечебный медицинский 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 обязательно либо есть предназначение также кто-то хочет сделать инфодренажный массаж у нас специалисты легко это сделать у вас девочки стая с бали до абсолютно довольно а по цене сориентируйте массаж мы считаем очень даже приемлемые от 40 долларов от 40 долларов вообще отлично вам спасибо большое а сейчас у нас время обеда и мы побежим в ресторан посмотрим чем же вкусным угощают туристов в отеле кармир 5 лет я прибежала с пляжа чуть-чуть отдохнула вот и но не касательно уборки и номеров пришла уборка в номере уже было закрыли шторы застелили кровать помыли вижу паркет также доставили воду касательно уборки номеров ребята в этом плане здесь убирают каждый день здравствуйте здравствуйте как настроение мы сейчас будем лежать на обед и посмотрим чем же вкусным кормят туристов в отеле кармир resort and spa 5 звезд мирова так и начинаем ребята ресторан тоже очень красивый я об этом уже говорила стильный такой современный знаете ресторан тоже вот декорации здесь также присутствуют а также вот все убранство очень красиво возле зеркал возле стекол и давайте же будем начинать здесь у нас закусочки рыбка курочка капуста синенькие по соусам хороший выбор начинаются посты и закуски так мы это все будем проходить быстро это что у нас такое похоже на тунец да это тунец на гриле также курица на гриле свиненькие и очень хороший выбор у нас по зелени вот прям очень хороший выбор и по салатика здесь у нас два вида супчика сегодня мясной мясной такой аромат крышку открыла и грибной вот и грибной хочу и весной хочу и что в таком случае делать здесь кетчуп майонез и также соусы коктейльный разные соусы так здесь у нас зона с сладким сладкая на ужин очень хороший выбор принципе на обед как вы видите тоже хороший выбор так грейпфрут груши и яблоки арбуз дынька здесь ребята есть всегда персики персики двух видов есть так и апельсинка дублируется очень хороший зал внутри в зале работают кондиционеры кому на летней площадке неудобно не комфортно ребята пожалуйста здесь зал небольшой но тем не менее как вы видите свободные столики есть так мохито и вода с лимоном апельсиновый джуус и здесь кофе-машины много кофе-машин это тоже нравится показываю вам обстановочку в целом паста соус давайте будем проходить чтобы долго не задерживаться так здесь у нас жареный цыпленок картофель с пряностями так и дальше здесь беру сыром брюссельского капуста так здесь у нас вижу курица с баклажанами стукини овощной игрок и котлеты с кислым соусом капусты бюрок дальше здесь что-то видимо было очень вкусно и потому что уже мармитрая пустой дина а здесь спасибо баклажаны соусом как горечка обошел и также курочками уже полупустой мир марметик так дальше индейка на гриле я знаю что я буду есть потом кабачки рыбка на гриле так и здесь у нас пиде ассорти показываю хлеба булочные изделия так мы здесь еще вот пропустили с вами здесь разные закусочки шпинат также есть ребят все сейчас я буду брать тарелку и что-то вкусного себе насыпать потому как некоторые буду мне конечно упали в глаз местные так вот доставили вот это вот шикарное блюдо с картофелем называется дина но это либо баранина либо говядина очень аппетитно конечно выглядит кто любит ребята говядину вам однозначно нужно их также куриный шашлык на гриле подоспел потому как когда я снимала здесь был мармит и пополняются регулярно так все я уже приселась взял все то что моя душа пожелала присела здесь на летней площадке потому как работают кондиционеры и здесь прохладно обедать очень комфортно что же я себе за показала я обед кстати делитесь комментариях как вам обед что понравилось что не понравилось что я себе взяла конечно же грибной супчик положила пару гренок грибов много давайте его сразу продегустируем спасибо большое ты шикар и дарим так это моя сода с лимоном и также белое вино ты шикар и дарим спасибо большое я вот не знаю что вначале пробовать вино не большой супчик ребята касательно сервиса здесь сервис есть в каждой зоне до ресторана там летняя площадка либо же внутри ресторана а везде есть официанты если вы присаживаете сюда подойдут спросят что вы будете вот если не подойдут в принципе подозвать не проблема здесь служивающий персонал очень даже хорошо они как пчелки работают летают ну давайте же наконец попробуем это грибной супчик супчик конечно супчик отпад отменный супчик просто крем-суп давайте покажу вам что я взяла дальше также я взяла сырный пирог слоеное тесто кислое фрикадельки также говяжья котлетка шашлычок куриный 2 на шпажках и вот такое вот куриное соте в общем здесь курица с овощами также очень у меня сегодня красивая богатая тарелка по салатам по овощам как вы видите здесь у меня есть все и также сыр и много перчика и айсберг и огур также на сладкое у меня будет персик арбузик и дынька было дыньки 2 покажут план одну съела дынька сладкая сочная арбузик тоже очень вкусный сочный то что нужно давайте же продегустируем с вами шашлычок шашлычок ничего лишнего только чувствуется гриль перчик специи совершенно ну какие то есть такие вот легенькие легенькие которые которые а блюдо не портится придают ему вкус именно мягкие классные вот эту вот котлетку тоже интересно попробовать ребят ну касательно мясных блюд я вам все показываю вы все увидите сами это что касается вот да сколько я уже отдыхающих спрашивала касательно еды я не услышала ни одного плохого отзыва все как один говорят что очень хорошее спасибо большое что очень хорошее питание так ну и пробуем котлету котлетка на гриле очень вкусно в общем ребят здесь действительно очень и очень вкусно так ну и давайте же продегустируем вино вино есть белое есть красное я доказала себе белое за ваше здоровье вино сладкое ой вкусное вино действительно я не люблю кислое здесь сладкое такое вино я бы даже в окраче быть и видела ну и также я вам показывала сода и лимончик ой касательно льда лед конечно есть теперь я буду ждать пока он растает потому как ребят горло у меня конечно приплатила очень хорошо горло болит и я вам рекомендовала да чтобы быть в этом плане аккуратным меньше рида потому что кондиционеры и солнце вот эти вот все скачки температуры я сейчас в аптеке оставляю очень много денег потому что постоянно ливенцы и для горла покупаю вот они особо не помогают потому как все равно где-то ты на это вот горло которое болит обязательно выпьешь еще холодную воду ну как-то как раз холодная вода тоже нереально и в общем вот я хожу и страдаю а мне приятного аппетита я буду обедать и мы с вами будем бежать дальше кепка у меня с собой в рюкзаке обязательно взяла несмотря на то что солнышко уже садится но она не менее вредная да и поэтому кепку конечно же обязательно нужно брать отдыхающие уже идут по номерам готовиться к ужину ну а мы с вами бежим на пляжик на море и фаряж сейчас пройдемся пляжной полосой посмотрим какая обстановка вечера показываю вам вечерние виды в ленту несмотря на то что вечер на пляже отдыхающих много так но давайте пройдемся ближе к нам туда к первой береговой посмотрим возможно нам получится урвать лежачок на первой линии вы посмотрите в море бум ребята кто там уходит вот где все туристы на море все любят вечерние купания так же как и я также деток много посмотрите как строят свои замки показываю вам обстановку так сейчас мы с вами будем искать место под солнцем а я на первой береговой не вижу а вот на второй береговой вижу два шезлонга в тени вот здесь мы с вами и остановимся буквально вторая береговая линия очень удобно замечательно вечером солнышко уже не такое активное кремом я не мазалась у меня вторая береговая линия напоминаю вещи свои оставила на лежаке и сейчас мы будем купаться в нашем левимом средиземном море ай вода классная ой классная показываю вам обстановочку здесь сейчас обстановка по кайфу ну и солнышко вам в ленту которая уже садится хорошо что все таки я с собой прихватила кем потому как очень тяжело глазам солнышко играет с морем вот и невозможно смотреть я подошла помыла ножки здесь где душевые и также вот мы сейчас с вами идем пляжем отеля шару но вот я вам показывала что пляжная а полоса здесь небольшая 75 метров тоже как заявлено ребята кто отдыхал в этом отеле делитесь в комментариях как вам питание а пляж его инфраструктуру я вам на данный момент показываю касательно заполняемости очень хорошая ну и также я показывала предыдущем видео бич-бар достаточно хороший бич-бар большой и сейчас мы с вами проходим отель фэйм резиденс геонюк и показываю уже обстановку вечером ну что можно сказать отель заполнен под завязку потому как отель очень знаменит фэйм резиденс они в принципе хорошие отели неплохие отели что в кемере что в гейнике вы очень много пишите именно вот про фэйм резиденс который в гейнике выполняемость конечно шикарная такие вот лежачки хорошие матрасы вот белые пластмассовые лежачки рядом можно приобрести любые развлечения морские касательно питания ребята делитесь пишите в комментариях как питание кто отдыхает это помогает не только мне но и также потенциальным туристам вот мы с вами плавно сейчас доходим до киликия поэлос пять звезд очень хорошая пляжная полоса широкая широкая ребята да потому как здесь не такая широкая здесь очень много лежаков вот это касается что и фэйм резиденс геонюк также что отеля в котором я сейчас отдыхаю кармир ну с учетом того что еще отдыхающие подтянули лежаки к морю она кажется еще уже но уже в киликии здесь как вы видите пляжная полоса мне чем-то напоминает размаха чем юго чем юго такие же широкие пляжные полосы но в геонике такие тоже есть вот киликия к этим отелям относятся рейтинг у отеля киликия тоже хороший надо кстати ребята касательно рейтинга отеля кармир очень хороший рейтинг вы знаете не хуже чем в киликии ну вот как-то так бывает киликия это конечно же первая береговая линия протяженность пляжа как заявлено 250 метров и показываю вам пирс от отеля киликия вот в каком отеле пирс меня удивил так это в трансатлантике вообще шикарный пирс касательно того платный он или бесплатный ничего не могу сказать ребят кто отдыхает либо отдыхал до в отеле трансатлантик делитесь в комментариях потому как я отдыхала в отеле амбассадор там также но есть пирс шикарный но там он был платный хорошие дорожки песочек вот даже но это не песочек это такая мелкая мелкая галька но она действительно как песок а вот здесь уже песочек как на мальдивах белый это же нужно вот прикольно играть в волейбол на таком белом песке было бы круто если бы этот песок я полностью вот здесь был на пляже ну тогда наверное ценник на киликию вообще был бы какой-то заоблачный так и показываю вам обстановочку здесь вечером также в киликии есть вот такой вот заход для людей с ограниченными возможностями шума моря вам в ленту детки вот свои замки тоже строили да хорошая пляжная полоса конечно в отеле киликия друг на друге не лежишь места хватает всем что это такое там происходит сигналят экскурсия морская да морская экскурсия это конечно кайфово ребята также рекомендую от себя обязательно брать когда вы на отдыхе в турции сейчас а морские экскурсии ребята останетесь в восторге это однозначно и показываю вам еще раз обстановочку вечером как много любителей именно вот такого вот вечернего отдыха как красиво в турции когда солнышко уже садится теплый теплый воздух солнышко уже не так активно печет шум моря запахи турции запах моря до пирсу отеля трансатлантик красавчик конечно ничего не скажешь мама дорогая такое впечатление что сейчас обед но никак не вечер посмотрите какой бум здесь здесь совершенно нигде яблоко упасть в море да вот это да я не ожидала что он в отеле трансатлантик и так много отдыхающих будет купаться даже вот собачка есть маленький красивая такая белоснежная вот это бум ребята показываю вам обстановку по кайфу много лежаков так же отдыхающие подтянули к морю до трансатлантик конечно тоже тот отель который пользуется очень большой популярностью говорят что питание очень хорошее в трансатлантике ну и конечно его внешний вид титаника также вот местных тоже вечером посмотрите сколько пришло много отдыхают люди пикник себе устроили круто на самом деле так мы сейчас с вами дошли да почему здесь много местных мы уже прошли на пляж отеля трансатлантик вот так вот незаметно я не заметила а это у нас общественный пляж если хотим лежачок и зонтик платим три доллара и вам пожалуйста лежачок и зонтик на целый день ну а сейчас видите сколько местных просто вот на полотенечке расположились и очень хорошо себя чувствуют так мы сейчас с вами ребята все-таки дошли вот куда я так стремилась до моего любимого отеля кристалл престиж элит хочу по ностальгировать вспомнить свой прекрасный отдых в этом отеле да отель конечно топчик мне очень понравился и здесь как вы видите тоже в море был правда не скажу что сейчас вечер знаете вот людей отдыхающих как в обед много и вам красивых видов в ленту друзья с пляжа отеля кристалл престиж элит бар очень хороший бич-бар очень хороший ресторан на пляже тоже вай там и красная рыба и тунец круто дальше мы уже идти не будем и так достаточно прошли у меня была цель дойти именно до кристалл престиж элит ну и шикарная пляжная полоса хорошие шезлонги без матрасов но шезлонги хорошая широкая посмотреть какая пляжная полоса шезлонгов очень много хватает всем я не видела чтобы кто-то искал шезлонги и даже сейчас при стопроцентной заполняемости отеля не более чем уверена что шезлонгов хватает всем здесь еще и доставили по моему шезлонгов я не знаю сколько алиний здесь береговых ну покрытие я напоминаю кто не смотрел видео обзоры про крисал престиж элит отель здесь такая вот мелкая мелкая галечка вот как песочек а здесь так же как и в принципе пляж похож на на такой же практически да как и в отеле кормир здесь вот средняя с мелкой галькой в перемешку классный заход и показываю вам какая ситуация здесь сейчас дальше идти уже не будем будем возвращаться после вкусного ужина мы с вами друзья вышли чуть-чуть прогуляться мы гуляли с вами направо я вам показывала один очень крутецкий магазин я там конечно уже закупок себе наделала знатно от души и кофе и чай и сладкое и пахлаву медовую тоже на подарки купила действительно цены там очень классные ну а сейчас мы с вами прогуляемся в другую сторону налево пойдем показываю вам обстановочку уже после ужина отдыхающие вышли на прогулку так же как и я в отелях как вы слышите гремит музыка действительно гремит сейчас детская анимация а что это здесь так много людей показываю вам обстановочку ну и ребята также хочется еще добавится касательно того касательно цены я 1 поэтому я оплачиваю и номер двухместные до 1 если я ехала бы с александром нам бы обошлось буквально в сто семьдесят восемь долларов одна я оплачиваю сто шестьдесят долларов и вот совершенно одной невыгодно ездить ну как невыгодно для меня невыгодно а для отеля я очень даже хорошие туристы ну вот так вот так здесь у нас пробка а мы сейчас с вами проходим отель а килики опалов также транс атлантик показываю вам вечерние виды и напротив я всегда помню здесь этот ресторанчик был кебаб пицца рыба там фруктовая лавка ну касательно цен конечно там цены такие ребята не дешевая вот ну если очень хочется да и не хочется там никуда ехать никуда бежать что делать и показываю вам обстановочку возле транс атлантика я долго не гулять не буду чуть-чуть буквально пройдусь а мне нужно кое-что купить александр заказал вот понравилась ему рубашка с муслина говорит купи мне хочу они недорогие 25 20 долларов я уже не помню хочу ему сделать такой вот маленький подарочек и возможно также купить и себе такую рубашку ну у вас распродажа сейчас скидка хорошая будем знать спасибо 30 процентов скидка ребята 30 процентов скидка отдыхала я в отеле элит крисал престиж элит очень понравилось показываю вам обстановочку моя любимая венза здесь покупаю также обувь пока пока дальше давайте прогуляемся также посмотрим обстановку и здесь и уже буду я возвращаться в отель так все прогулялась я очень я хорошо славно мы с вами сегодня прогулялись покупались в бассейнах забежали на обед посмотрели чем угощают туристов в отеле кармир 5 звезд а также прошлись пляжной полосой разных отелей известных отелей комментируйте что вам понравилось что не понравилось кто отдыхает в этих отелях обязательно также делитесь вашим мнением вашими эмоциями впечатлениями это помогает не только мне но и также потенциальным туристам при выборе отеля ну а я напоминаю что у нас есть новый канал ксюша александр про туризм обязательно подписывайтесь и туда ставьте ваши лайки дизлайки комментируйте вам всем спасибо за просмотр здоровых встреч пока пока